Этот фильм будет об одной усадьбе. Она находится в Херсонской области, город Каховка. Ее заказчик Петя Гребенюк. Уникальный человек, который даже в те времена умудрился с нуля подняться и завод сделать, много полезных дел сделать. И он гражданин. Он пытался работать на свою страну, давать людям работу и умудряться самому жить по-человечески и поддерживать художников. То есть этот человек первый, кто начал мне платить деньги. И вот я решил ему сделать такую арку. И только я как арку этому сделал, сразу приехал Кучма посмотреть и говорит, это президент Украины. И говорит, ой, тоже хочу себе такую. Ну я был занятый и не смог ему построить. Ну это первый арбитон. Вот так это выглядело. И вот я такой хромой косой шел на работу. Где-то у меня травма колена была, я точно не помню. Ну это вот были вот такие время, там 98-й будет или 97-й, точно не помню. И вот мы начали заниматься арбитоном. То есть с детских площадок мы перешли на оформление таких арок. Вот такой декор был, такая вот покраска масляными красками была. Ну в чем уникальность этого фильма? В том, что этот фильм я показываю, а что стало 20 лет спустя, 25 лет спустя. То есть как эта усадьба выглядит, что стало самим хозяином. То есть вот, ну сразу скажу, с хозяином все хорошо, он умудрился вышить. Вот фильм, который показывает, вот это вот так было сделано. Фильм снят еще, будем, в камеру. У меня была Sony, ну не цифровая, я забыл как она называется, аналоговая вспомнил. И вот был такой дом. Ну дому не дал мне испоганить его декоративным камнем. Говорит, пускай будет беленький. То есть где-то я мог его продавить, а это, смотрите, редчайшая фотография. Это Тушин, художник. То есть очень много наработок он сделал для мастерской колесника. До сих пор мы сотрудничаем, работаем вместе. И вот эти наработки, взгляды на творчество, на такой вот камины, барбекю, беседки. Ну часто я пользовался услугами этого художника. Ну вот видите, это один из барбекю, начало. Ну хотя я не являюсь печником, ну штук 80 барбекю мне пришлось сделать. И там, ну на каких усадьбах я попадался, мне приходилось оформлять зоны отдыха. Это беседка, барбекю, там фонтанчик. То есть, ну это такое как бы мода, коммерческий продукт. Ну вот видите, здесь есть и лепка, и какие-то именно головы. Там это идолы, я не знаю, что там перло. И вот такой охотничий такой герб с ветром. Ну, хозяин Петя любит охоту. И часто рыбалка и охота это его отдушина. Ну вот видите, столик сделанный, как бы бетон. И в то же время и капель. То есть, вот отсюда шли наработки и дерево. И самое интересное, такая интересная крыша. Просто с металла сделанная. Она эконом-класс, навесик и громадная территория. Рядом находится спортзал у него. И вот это одно из первых деревьев 25 лет назад. Мы еще не понимали кору, не понимали покраску. Просто вывели вот такие вот, будем, ветки, загладили. И, ну что получилось, что получилось. Ну и сделали две морды. Но опять это делалось там со смешной деньги. Или там 300, или 500 долларов, я уже не помню. То есть, давно было, ну важно было начало сделать. И начало, как бы, рынка. Рынка вот таких вот работ. Это барбекю, беседок и вот таких непонятных деревьев. Ну вот это начало. То есть, там внутри находятся типа колодца, там лишь ланги. Ну потом он даже смог туда воду сделать. И когда с рыбалки приходил, туда мог рыбу кинуть. Ну, насколько это потом это продолжалось. Ну, вот смотрите, вид сверху. Вот такая панорама этой вот усадьбы. Вот видите, как я говорил, здесь у него спортзалик. Он в теннис играет. Потому что сидячая работа. И так как, ну, надо себя поддерживать форму. А это, смотрите, уже 25 лет спустя мы сделали вот такую вот уже реставрацию и перекраску. Раньше там желтая, а это вот сам хозяин Петя Гребеню, который мне дает, вот видите, ну, фотографии показывает, что к нему приезжал его друг Кучма, президент Украины. Потом Ющенко, президент Украины. Все с ним дружили. И когда приезжали в Каховку, то они обязательно встречались. То есть, а это, смотрите, на картине. Не знаю, когда он это рисовался. Вот это охота, известная картина. И с рукой уха это Петя Гребенюк. Вот так вот охотник. Даже вот на старинной картине он присутствует. А это вот уже оформленный дом спустя, давайте, там, 25 лет. Это уже съемка после реставрации. Опять вход я показываю. Это тоже мои ворота. Это взгляд на кузню. И у меня был кузнечный цех небольшой. Мы пытались делать такие ворота. А это козел. Ну, старый фотограф. Видите, покраска такая. Петерый козерог. И так как он сильный мужик и не боится и юмора, и он решил мне сделать козла. Такая вот подколка у себя, вход в сауну. Это его альпийская горка. И вот, видите, первый декоративный камень, который мы делали. А это вот, как бы, такой арочка, фонтанчик. Ну, не знаю, как такая Греция. Тоже попытки найти вот такие отношения. А это, видите, вы видели козерог. Он сохранился. И только уже покраска другая. То есть мы перекрасили. Ну, давайте, 20 лет спустя. На сегодня это сделано вот так. А это было, вот, видите, уже заросло. Ну, там, не знаю, сколько, 3-4-5 лет промежуточная такая фотография. То есть мы с этим заказчиком поддерживаем до сих пор отношения. Вот так, видите, в цветах это все сделано. А то вы видели фильм. А это уже, как бы, обжитое все. И оно выглядело так вот. Такой вот, такой вот столик. И, как бы, до сих пор этот заказчик на плаву. У него свой завод. Гринбул называется. И опять ему это нравится. И он находит деньги для поддержки художников. А это, вот, видите, сама зона осенью сделана. Видите, уже дерево обросло виноградом. И, как бы, уже и покраска более качественная. То есть это все живое. И, примерно, так выглядит. А это, вот, Юра Спиридонов тоже. Мой хороший друг, зав. производства. У него своя бригада. Очень много его интересных работ. Вы, ну, кто следит, сталкивается. А это, видите, уже перекрашенный барбекю. Ну, давайте, 20 лет спустя. Мы сделали реставрацию. То есть, и вот это выглядит вот так вот. А это, смотрите, что стало 25 лет спустя. И почему? А потому что нету сетки. Мы тогда не понимали. Нету и красный кирпич. Видите, и какой-то, ну, видите, там, ракушняк. Я не знаю. То есть он не выдержал. То есть арка выдержала почему-то. А здесь кирпичная кладка не выдержала. Это мы реставрировали. Выглядит оно сейчас вот так. И покрасили немножко по-другому. То есть, ну, опять опыт. Большое дело. То есть, а это, посмотрите, вот такое озеро на этой усадь. Здесь и какие-то канадские осетры. А там у него и толстолобы, и карпы по 10-15 килограмм. А это вот беседка. Ну, это взгляд хозяин. То есть, украинская беседка. Камышевая крыша. То есть, у него там зона отдыха. Ну, я все в бетон загоняю. А это он попросил меня сделать забор по-быстреньким. И вот я ему сделал там тысячу квадратов забора. Ну, в принципе, не считал, сколько его. И там рядом автобаза. Мы ее оформили, чтобы она не грузила. И сделали вот такое оформление. И вы теперь видите, а что стало вот 20 лет спустя. Как же это все выдержало. Ну, вы видели где-то, где красный кирпич там не выдержало. А здесь был силикатный кирпич. Ну, он смеялся, что сказал по-быстренькому. А ушло там 10 тысяч кирпича на то, чтобы это построить. А забор это здесь просто плита. Ну, плита, наверное, сеткой обтянули. И мы поштукатурили. И почему-то плита вот это выдержала. Видите, не поштукнула. И только заросла вот таким виноградом. Это 20 лет спустя. Вот все проросло. Просто осенью съемки. А летом все это, вы даже забора этого не увидите. То есть, вот такие интересные фильм. Там усадьба, ну, будем говорить, 25 лет спустя. Что стало? Как вот оно выдержит? Как хозяин жив-здоров, ну, тоже у него сложный бизнес. Попробовать в такое время удержаться на плову. Ну, каким-то образом, за счет своего таланта, опыта, этот хозяин держится. И сейчас вот брикеты делает. То есть, у нее есть завод какой-то. Ну, то есть, ну, занимается сельскохозяйственной техникой. А это вот такой вот фонтан. А это вот 20 лет спустя. Видите, ну, не перекрашено. Это сохранилось. Видите, и зеленая подкраска. То есть, вот там должен быть царь морской. И видите, как заросли ступеньки. Ну, и Лена позировала. Она подкрашивала это дело. Позировала на этой усадьбе вот 25 лет спустя. Смотрите, видите, Ива. Ну, а это вот 98-й год. Или там 90-й, ну, давай 2000-й год. То есть, вот это уже Юра позирует с такой вот лягушкой. А это, смотрите, что стало сейчас. Видите, заросло. Это у них сторож. Я попросил фотку сделать. Видите, уже елки выросли. И рядом Днепр. Это красивейшее место. А вот так оно было. Ну, грубо говоря, видите, еще елки не выросли. Заборы. Рядом промзона. То есть, это такая интересная усадьба на краю города Каховки. И как бы рядом Днепр, там 10 километров водохранилища. Вот, видите, и утки здесь. А это вот результат время. Время, видите, дало возможность зарасти. И вот такие мы делали ступеньки, которым можно ходить. Ну, не знаю, как этим пользоваться. Ну, и вот пик моей формы. Мне повезло, что на моих работах смог подробиться сам президент. То есть, и вот сам рядом с ним Петя Гребенюк. А это я с Леной, когда делал эту арку. И скажете, а что стало с этой арки? Я покажу вам даже, что стало с этой арки 20 лет спустя. Она просто упала, когда Кучма ушел с президента. Ночью упала. Вот такая карма у этой арки. Ну, осталось вот просто растение.